Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем выживать с модификацией Elemental Ark на карте Волгвера. Как помните, в прошлом выпуске сделали себе вот этот вот материнский корабль, точнее вот эту огромную манту. Ну, прикольно то, что можно, естественно, с неё спрыгивать, по ней ходить. Жалко, что действительно на неё нельзя делать платформу, потому что это было бы очень круто. Так вот, я на самом деле в конце выпуска очень много вырезал как раз попыток слетать с Квиверном, потому что меня трижды замораживали, но я просто не хотел это показывать, ничего интересного не было, мне приходилось быстро оттуда телепортиться. Но я сейчас подумал о такой, ну, как раз о такой детали. А что если сейчас, мы сейчас туда вернёмся, что если просто пытаться издали натравливать наших как раз миньонов при помощи подзорной трубы? Ну, то есть, просто использовать свисты. Мы не получаем никакого опыта, мы не получаем никакого лута, но я хотел проверить вот что. Насколько далеко я могу их отправить как раз атаковать? Ну вот, например, смотри, ядовитая, да? Нам нужно быть аккуратным, потому что ядовитых против нас бонус. А вот там вот огненная была, вон, летит. Достанут? Это сейчас что такое было? Вот куда они делись? А, они просто задиспаунились, секундочку, давай ещё раз призываем. Хорошо появились, здесь кого-то съели, договорились. Куда виверны почесали? Ну, такое на картах бывает, что их куда-то тянет в край карты. Но, честно говоря, где-то там мои базы. Ладно, будем надеяться, что всё будет хорошо, секунду. Давайте хотя бы вот туда попытаемся их отправить. Потому что, вроде, на точке у меня должен быть приказ атаковать. Нет, это летите туда. А, они опять задиспаунились. Блин, неудобно. Они очень быстро исчезают. То есть, вот это, на самом деле, беда. Я надеялся, они всё-таки подольше будут жить. Давайте ещё раз попробуем. Так, полетели туда. Вот, совсем другое дело. Зараза, ледяная. Ну, то есть, как видите, ледяная меня спокойно замораживает. Дальше мне просто нужно секундочку. Дальше мне нужно, наверное, всё-таки либо обратно сесть. Ну-ка, включи быстренько телепортер и телепортнется отсюда. В общем, это тоже не очень хорошо работает. Точнее, не работает совсем. Потому что они всё равно агрятся, прилетают и атакуют тебя. То есть, по большому счёту, прикольное существо. Вот, именно, вот, по своей задумке. Но из-за того, что она элементальная и другие элементы, там, например, элемент природы, да, они прям очень сильно тебя бьют. То, естественно, использовать её становится очень сложно. Пускай пока что висит здесь, потому что в E-Beration'е всё-таки там очень мало места. Я не хочу там захламлять всё это дело. Как помните, в прошлом выпуске мы разобрались, как получить ядро голема. Ну и, собственно говоря, это стало причиной, почему я потерял очень много существ. Так что давайте в первую очередь я сейчас быстренько отремонтирую всю броню, потому что она прям очень быстро ломается. И заглянем с вами вот сюда. Потому что мы здесь можем теперь при помощи вот этого ядра сделать других големов. То есть, например, Siege Golem. Это, я так понимаю, осадное переводится при помощи каменной эссенции. Здесь у нас с вами огненный. Штормового мы сделали. Это получается Glacial, ледяной. Подожди, а это интересно. Нам с вами нужно 100 плазмы каменной. Нам нужно ядро... А, подожди. Glacial Golem Core. То есть нужно точно такое же, только Glacial. А вообще, есть на этой карте Glacial Golem или нет? Подожди секунду. Скорее всего, всё-таки на этой карте нет Glacial Golem. Я очень долго искал, вроде ничего не находится. То есть, ни на русском языке, ни на английском. То есть, у нас с вами получается есть болотный. И сюда тоже нужно ядро болотного голема. А может быть... Подожди, может быть их можно как-то скрафтить? Нет, их нельзя скрафтить. Они, скорее всего, должны заспауниться из обычных големов. Когда их забиваешь, вместо штормового должны получиться вот эти. Просто, я так думаю, големы, которых забиваешь, должны находиться в соответствующем биоме. Итак, мы с вами можем сделать прямо сейчас либо каменного голема, либо огненного. Я предлагаю, на самом деле, огненного, потому что огненных существ у нас с вами почти нету. Мне забили огненную виверну или она есть? Нет, вон она, замечательно. У неё 784 уровень, то есть, примерно для этого я всех их воровал, таких топовых, чтобы получать очень высокоуровневые эссенции. И при помощи них мы с вами сможем делать очень сильных существ. Итак, добавляем эссенцию, создаём с вами огненного голема. А это что такое? Flametail. Подожди. Огненный. А, отсюда можно будет чистую эссенцию огненную получать. Я тебя понял, хорошо. Но, естественно, прямо сейчас нам это с вами не нужно. Давайте, наверное, всё-таки развернём его где-нибудь здесь, потому что, мне кажется, здесь его протестировать будет легче всего. И это получается сразу такой камушек. Вы приручили. Да нет, нормально, он мой. То есть, единственное, я не смогу на нём ездить, потому что мне седло нужно. Седло у нас с вами есть в штормовом, то есть, можно просто сейчас с него временно это дело забрать. Отдай, пожалуйста. Сюда мы это с вами сейчас перекладываем. И поехали на тебе покатаемся. Очень сильно надеюсь, что у тебя нет урона от падения. Так, ты не прыгаешь, понятно. Это только штормовые могут прыгать, но это именно штормовой элемент добавляет. Воу, у тебя есть урон от падения? Хорошо, вот этого я не знал. Соответственно, скорее всего, опять же, штормовый элемент убирает у них урон от падения. Соответственно, скорее всего, опять же... Интересно, а ты можешь плавить металл? На самом деле, протестировать это можно прям очень просто. Мне нужно буквально там, я не знаю, ну, хотя бы парочку металла добыть. Хоть откуда-нибудь. Вот, две единицы, нам этого хватит. Что там такое? Так, Аркинос. Неплохо. Ну-ка, на правой клавише мыше. Камушек огненный. Он взорваться будет, нет? Но вообще-то очень круто. Урон просто запредельнейший. Ты с него собираешь ресурсы? Отлично, он все собирает. И опять же, интересно, будет ли он жарить мясо или нет? Нет, мясо он не жарит. Металл он не плавит. Но вот это немножко досадно. Зато у него довольно-таки большое количество здоровья, то есть можно его легко прокачивать, можно прокачивать урон в ближнем бою. Хилок у меня с собой нету, но на самом деле они вроде есть либо в Молнии есть, либо где-то в Виверне. Тут есть боссы. Ну, естественно, как и во всех остальных модификациях, здесь тоже есть боссы всякие разные. И один из боссов, он появляется только ночью и нападает он на гибридных существ в основном. То есть, если ты едешь на гибридном существе, то там почти стопроцентный шанс, что он заспаунится и придет тебя атаковать. Обратите внимание, справа наверху у нас с вами что-то появилось. Глейсилл Хантер. Вот. Ледяной Охотник. Ну, он прям очень жесткий был. И у меня абсолютно не бил. У меня, видимо, мышка за экран залетела, и я не мог как раз нажать удар. Я положил в них по хилочке. То есть, с этими ребятами... Где, где хилка? Вот, отлично. Было бы классно, если бы вы сами ели. У нас справа наверху появился значочек, который как раз символизирует вот этих вот... Я не знаю, Охотников или что-то типа того. Нет, тебе ничего. Вот он он. Но это пока что просто бутылки с опытом. А я думал, с него что-то должно выпасть. Подожди. Ну-ка. Нестабильная эссенция 65. Шикарно. А я мучился и я фармил просто нового жесть. Я не знаю, сколько даже времени на это потратил. Реально очень много. Ну-ка, секундочку. Больше ничего не получили с него. Опыт. Мне он не нужен. Давай я тебе прожму. Ну, в принципе, плюс один уровень, если не ошибаюсь. Это последний. Да, максимальная раскачка. Я не вижу ничего такого сверхъестественного. То есть, нам с вами нужно ждать еще одного. У нас с вами еще раз справа. Ночь темна и полна ужасов. Там это как раз под иконкой такой с черной иконкой с красными глазами. А рядом с ней левее. Ночной ужас, ночной террор. Ну, то же самое. То есть, одна и та же надпись. То есть, на нас должны, по идее, нападать вот такие охотники. Они должны появляться, спауниться и нападать именно на элементальных, точнее, на гибридных элементальных существ. Может быть, нужно несколько существ забить каких-нибудь. Смотри, вот там что-то. Прикольно. Челкопрят, подожди. Мегатриум. Фенхантер. Вы видели, что произошло? 48 тысяч урона. Тихо. Ты что делаешь? Никак не получается все станут, чтобы они его атаковали. Бей его. Они забили. Все хорошо. Болотный эссенции и нестабильный элемент. Внутри что? А, еще бутылки. Ладно. Я думал, что с них что-то должно выпасть. Какое-то существо дополнительное. Но я прям сейчас не вижу. Мантис-феромон. А, это я понимаю. Это феромоны мантисов. Из них можно сделать зелье, которое будет призывать мантисов, которые именно вот эти модифицированы. Ты смотри, он убивает обычное существо и появляется вот такое. Огненный голем просто шикарнейший. Тихо. Ребят, помогайте мне. Все, нейтрал. Помогай. Зараза, я не могу остановиться. Ну-ка, спокойно. Пьем, отлично, есть. Пошел нафиг. Это нас прям спасает сейчас. Давай, помогай. Когда он бьет в спину, я ничего не могу сделать. Не обернуться, не повернуться, не ударить никаким образом. Голем, молодец. Давай, бей его, бей, бей, бей. У меня прям беда. Хорош. Еще один. Спокуха, внимательно. Да забивай его. Ладно, я кое-как выкрутился. Ешь. Не успел. Огненный, ко мне. Ко мне. Ох ты, черт. Еще один ледяной охотник. Потеряли с вами штормового голема. Потеряли с вами сейчас этого самого, какого, штормового реведжера. Но, в принципе, реведжер был слабенький. То есть он был не топовый далеко. Но я просто не ожидал, что они настолько сильны. Как раз самец шестисотый. Где-то здесь. Вот он он. Хорошо, стоп. Внимать. 797 урон. Я что-то как-то перекачал тебя, кажись, немножко. Неплохо, подожди. Стоп. Давай вместе попрыгаем. Я тоже умею. 15 тысяч оглушений из 18. Вау. Эта жаба получилась гораздо сильнее, чем предыдущие. Ты куда бежишь? Стой, давай, засыпай здесь. Все, он ложится спать. Соответственно, у меня с собой есть баранина. Я никуда ходить не буду, как в прошлый раз. Я просто буду тусить рядом с ним и спокойненько приручать. Все, отлично. 899 уровень. Единственный момент. Я забыл забрать с того реведжера седло. Но, а нет, 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 нет. Я не забыл забрать седло. Подожди. А где оно? Я его выложил, да? Опустошитель. Я, кажется, его выложил. И выложил я его в огненного голема. А в нем трекер есть? Секундочку, давайте посмотрим. Манта, Акватейл, Огненная Виверна. Я в тебя не добавил трекер. Да, хорошо, но он стоит дома. Давайте полетели туда. Там по-любому должно быть седло. Причем оно не улучшенное. И у големов не улучшенное. Поэтому их съели. Поэтому так сложно было. Я такой типа, да блин, господи, из-за чего такая сложность? Почему? Как так? Итак, пока что мы с вами не будем делать штормового голема. Потому что от него нету пользы в том плане, что польза есть. Естественно, безусловно. Нету пользы против вот этих ночных охотников. Я только что понял, что я ошибся. Я перепутал хантеров. То есть вот эти вот ночные охотники. Они просто спаунятся по ночам, если ты находишься в гибридном существе. То есть, естественно, спаунятся рядом с тобой. А чтобы получить то, что я хочу получить, нам нужно с вами призвать мини-боссов. Ну да, все правильно. У нас с вами вот здесь вот в суммонерах есть как раз авенджеры. Я что-то как-то про них совершенно забыл. И чтобы их призвать, нужно поставить вот такую вот приманку. Тем более, водные существа очень слабы против как раз существ молнии. Я так думаю, что штурмовой подходит под это определение. Но если что, мы с вами возьмем нашего грифона. Либо, например, возьмем... Что у нас с вами есть? Что-нибудь природное можно взять. Потому что против природы у них тоже слабость. Так, голема я тоже отсюда убрал. Голем далеко. То есть, в этом плане здесь нормально. Так что поставим сейчас на самом деле приманочку где-то здесь. Она, собственно говоря, сюда прилетит. Устанавливаем. Если не ошибаюсь, через минуту, да, она должна появиться. Но примерно та же самая история, что была с тушканчиками. Есть, конечно, вариант призвать еще одного рейведжера, чтобы у нас с вами включился... Ну, там дома стоит. Чтобы включилось это самое. Это дракон. Это дракон. Я думал, это верно будет. Это дракон. Мы его очень хорошо пробиваем на 9000. Зараза. Водный дебаф какой-то дурацкий он накладывает. Да бей ты его! Нужно будет делать сильные хилки. Они делаются при помощи эссенции и ягод. Просто эссенцию жалко тратить на это дело. Давай, 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 давай. Почти забили. Он промазал. Нет, не промазал. Хорошо, секунду. Хилку, хилку, хилку. Быстрее. Есть. Это не кровотечение. Это просто как бы, ну, эффект, который он накладывает. Соответственно, хилки нормально работают. Но мы его почти забили. То есть, вот я говорю, водный он самый-самый слабый. Мне просто, чтобы это протестировать. Хорошо, бей. Зараза, он в воду залез. Давай! Есть! Мы получаем с вами какую-то водяную плейт, плита или что-то типа того. И вон, смотри. Вот это нам сейчас тоже нужно. Это как раз водяное яйцо. Итак, у нас с вами водяная пластина. Используется для создания брони с хорошей защитой. Понятно. Ну, с хорошими ресистами. Так вот, у нас с вами появляется вот такое вот. Подожди. Почему у него здоровья так мало? Или оно... А, нет, подожди. Оно может быть приинкубировано где угодно, если не ошибаюсь. Мы можем просто его выкинуть. И оно будет инкубироваться. Ну-ка. Ему все равно какая температура, да? Да, оно просто инкубируется и все. И из этого яйца должен появиться маленький дракончик. Вот такой же водяной. Я просто себе очень хочу его сделать. Я знал, что именно вот с каждого соответствующего дракона появляется маленький водяной дракончик. И если не ошибаюсь, когда ты носишь на плече, он тебе дает соответствующую защиту. Привет! Давайте, естественно, заклеймем. Шестотый уровень. Отлично. А привязанность нулевая... Стой здесь. Я сейчас притащу. Я сейчас принесу. Все будет хорошо. И я скормил сейчас этой виверночке кибл на привязанность. Соответственно, привязанность 100%. И здоровье стало 30 тысяч. Урон 653%. Но, давайте посмотрим. Над головой написано Affinity. То есть, привязанность другая. И там написано 0%. Я не понял сначала, что это такое. Но сейчас я посмотрел на сайте разработчика. Там полная информация написана. То есть, вот этой виверной нужно заниматься. Ее нужно растить. Потом ее нужно будет тренировать. Но предлагаю это уже делать в следующем выпуске. Сегодня мы с вами многое протестировали. У нас появился огненный голем. Я не помню, где он стоит. Где-то там, если не ошибаюсь. Ну и, естественно, потеряли штормового реведжера с штормового голема. Реведжеры приручили голема. Мы с вами сделаем. А также обзавелись вот таким вот детенышем виверной. В следующем выпуске мы будем его, естественно, тренировать. Посмотрим, что он умеет делать. На этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.